В Симферополе первая рота добровольцев принесла присягу на верность народу Крыма. Церемония прошла у вечного огня в парке имени Гагарина. Отряды самообороны, а это десятки человек, выстроились под флагами России и поклялись защищать свою землю. Командир свободного полка сообщил, что все добровольцы прошли тщательную проверку и имеют опыт военной службы. На данный момент в народные отряды записались уже полторы тысячи жителей Крыма. При необходимости они смогут получить оружие для самообороны. Это начало формирования вооруженных сил автономной республики Крым. Знаменательный день. Никаких столкновений мы не допустим. Мы однозначно должны мирным способом урегулировать всю ситуацию. Мы не враги военнослужащим, однозначно, которые давали присягу Украине. И они нам не враги. Вооруженные силы создаются для защиты, а не для нападения. В Крыму полным ходом идет подготовка к референдуму 16 марта. Как заявили в Центре сберкоми автономии, на территории полуострова откроются 1250 избирательных участков. Уже напечатано полтора миллиона бюллетеней на трех языках. Русском, украинском и крымско-татарском. И, как заявил председатель ЦИК, Михаил Малышев, сорвать референдум у киевских властей не получится. Я не вижу здесь прямой связи, которая бы препятствовала нам провести референдум. Если только что, конечно, свет подключают и интернет будет в сложности. Но я думаю, здесь мы найдем возможность выйти из этой ситуации. А в Донецке тысячи противников новой украинской власти собрались у здания местной администрации. На улицу вышли представители разных политических сил и общественных организаций. Многие держат в руках российские флаги. Горожане требуют освободить народного губернатора Павла Губарева, которого арестовал украинский спецназ. А также выступают за проведение местного референдума по статусу Донбасса.